Привет, друзья! Так случилось, что я совершенно недавно обнаружила у себя вот такую посылку. Совершенно про нее забыв, уже прошло довольно много времени. И недавно я ее обнаружила, вскрыла и поняла, что внутри решила снять отдельное видео. Может быть, вам будет интересно. Давайте же достанем. Здесь молды и стеки. Я заказывала их из специализированного магазина на ярмарке мастеров. То есть там молодой человек, он занимается преимущественно молдами и всякими вот такими штуками. Уже много лет, я уже не первый раз у него заказываю. Честно говоря, что именно я заказывала, я не помню, поскольку прошло очень много времени с момента заказа. И я, как уже сказала, я про него забыла. Вот, так что давайте перейдем. Как видите, упаковано все довольно хорошо. Давайте будем распаковывать прямо на ваших глазах. Не буду ничего вырезать. Все упаковано достаточно качественно. То есть это такая вот пешевая пленка в несколько слоев. Так, давайте я, наверное, ее разрежу, потому что очень уж. Если на фоне слышите какие-то посторонние звуки, там шум, то это тоталиска резвится. Да, очень-очень хорошо упаковано. Я прям даже не ожидала. Хотя раньше, когда я заказывала у него в магазине, немножко все упаковывалось по-другому. Вот, и давайте, значит, у меня здесь получается два круглых, два овальных, два квадратных. И, по-моему, даже еще подарки какие-то. Так, продолжаем распаковывать. Так, ух, прям. Так, это где-то в середине запаковано. Тара-та-там. Ой, он такой тоненький. Так, здесь положена картонка. Скорее всего, чтобы текстурный лист не повредился в свои пересылки. Вот, просто фантастически. Так, и, в общем-то, наконец-то я все вытащила. Это все упаковка. Запаковано очень хорошо, очень качественно. И давайте перейдем, значит, к просмотру более детально. Честно говоря, опять же скажу, да, заказывала я давно и уже подзабыла. Но вспомнила почему, что я очень хотела вот эти вот стеки силиконовые. И вспомнила, что я вроде как их уже заказывала. Только где они? Вот, в общем-то, стала их искать и вот нашла. Значит, здесь пять маленьких и пять больших. Ну, давайте поближе покажу. Ну, тоже посмотреть интересно, насколько они гибкие. Насколько упругие. Так, это у нас маленькие. Ручка, по-моему, пластиковая. Очень удобная такая, легкая. Удобно в руке лежит. Вот такие они маленькие. В общем-то, все разные, я так понимаю. Так, сейчас какую-нибудь возьмем. Возьмем вот такая вот. Скошенная. В принципе, она не сильно жесткая, не сильно мягкая. Такая средняя. Значит, вот такая как кисточка, кругленькая. Следующая, такая как лапка, коготок такой. Следующая, скошенная кисточка такая. И последняя тоже, как перо такое. Да, с двух сторон срезанное. Вот, в общем-то, это черный, черного цвета силикон. В принципе, мне нравится. Посмотрим, как они будут в работе. Тоже, если интересно, пишите. Может быть, стоит снимать мастер-классы, показывать, как и что я делаю. Как пользуюсь какими-то приспособлениями, стеками. Как именно пользуюсь. В общем, если интересно, пишите в комментариях. Может быть, стоит снимать. А вот эти вот, кстати, они более упругие. То есть, они прямо-таки, скажем так, вообще практически не гнутся. Только самый кончик. А так, в принципе. И здесь тоже самое. Вот эта скошенная кисть. Лапка. Такая вот. С двух сторон кисточка срезанная. Круглая кисть. И вот такая вот. В принципе, тоже все они достаточно интересные. Очень удобные. Здесь уже ручка глянцевая. Но тоже приятная. И здесь она, по-моему, деревянная. Ну, так по ощущениям. Вот. Крепится все достаточно хорошо. Опять же, попользуюсь и расскажу вообще, как они в работе. И давайте же перейдем к молдам. Покажу, что именно за молды. И попробую сделать оттиски. Я подготовила глину. Посмотрим, как получается оттиск на деле. Красивый или нет. Значит, первым покажу вот такой обалденно красивый текстурный лист. Просто фантастический. Его можно разглядывать и медитировать на нем. Просто очень красивый. Причем он довольно тонкий. И хотя глубина вот здесь около миллиметра. Вот этого рисунка сделано очень тонко. Честно говоря, не знаю, как должно получиться. Сейчас попробуем на кусочки. Просто интересно даже получится ли весь рисунок четкий или не получится четким. Так, у меня кусочек глины, он такой средней плотности. Скажем так, не слишком мягкий, не слишком сухой. Средний. И давайте я руками сделаю. Поскольку валик не подготовила. Каюсь. Ну, в принципе, я вам скажу, хорошо отпечатывается. Достаточно глубоко и качественно. Интересный рисунок получается. Ну, естественно, если прокатывать валиком, либо с обратной стороны, то есть накладывать глину, а сверху прокатывать по листу, естественно, получится более аккуратный и более четкий рисунок. Но, кстати, очень красивенько. Дальше круглые. Круглые у нас вот такой вот. Здесь три одинаковых цветочка. Честно говоря, не помню, какие. Ну, понимаете меня, да? Много времени уже прошло. Просто не помню, что именно заказывала. Давайте попробуем туда запихнуть глину. Посмотреть, что из этого получится. Попробую вам показать вообще, что должно получиться. Я сейчас просто пробую и просто покажу вам, какой получается оттиск. Поэтому я сейчас не особенно соблюдаю какие-то правила, как затыкать глину, как ее доставать. Вот такой цветочек получается, в общем-то. Сам молд довольно упругий и глина, в принципе, из него достается достаточно хорошо. Я думаю попробовать запекать в этой форме сразу. То есть не доставать цветок, а запекать и уже потом использовать его. Тоже попробую. У меня такого молда никогда не было. В принципе, я никогда не использовала готовые цветочные молды или какие-то такие. В общем-то, буду пробовать. Так, дальше из круглых идет вот такой вот. Тоже не помню, но, по-моему, это зерна кофе. Сейчас посмотрим. Возьмем немножко. У меня она подсыхает. Глина. Да, похоже на зернышко кофе. Вот такое оно получается. Красивенькое, кстати. Надо будет попробовать тоже делать. Знаете, как бы время уже много прошло. И, честно говоря, не знаю, зачем их брала. Возможно, что этот я выбрала в качестве подарка. У этого продавца, у него часто проходит такая акция. Даже не то, что проходит акция. А есть такие условия. Если ты покупаешь определенное количество товаров на определенную сумму, то у тебя есть возможность выбрать себе подарок. И чем больше сумма, тем больше подарков. Итак, следующий молд. Вот этот я точно сама выбирала. Здесь котенок. Все молды достаточно упругие. И я думаю, что их можно запекать сразу с глиной в духовом шкафу. Соответственно... Ой. Да, очень хорошая, упругая. И вот такая вот кошечка получается. Очень красивенькая. Мне кажется, интересные получатся работы. Опробую ее в деле. И тоже потом покажу. Опять же, говорю, если интересен сам процесс, как я работаю, то пишите в комментариях и все увидите сами. Так. Следующий это вот такая огромная роза. Честно говоря, я думала, что будет он меньше по размеру. Так. Сейчас попробуем. Тоже довольно упругий. По сравнению с текстурным листом, который очень тоненький, очень мягенький, Молды здесь очень упругие, такие жесткие. Даже можно так выразиться. Довольно-таки жесткие. Естественно, я сейчас просто показываю вам оттиск. То есть я как бы делаю это все не так, как положено, а просто чтобы посмотреть, что из этого получится. На самом деле это все нужно делать немного иначе. Вот такая вот розочка. Как будто бы бутон такой, как сказать, лежит на дороге. Или где-то такой немножко примятый получился. И вот где, не знаю, будет ли видно, места такие труднодоступные, там вот немножко подзастряла пластика. Вот если видно, вот эти кусочки, они там застряли. Но думаю, если запекать пластику прямо в этом молде, то такой проблемы не должно возникнуть. Дальше. Дальше у меня были вот такие вот мишки. Как-то я с мишками не очень дружила. Возможно, что этот молд тоже я выбрала в подарок. А возможно, я его выбрала только из-за этой ручки. Потому что здесь написано хендмейт. И она маленькая, в ней можно делать дырочку. И знаете, как я думала, можно вешать, допустим, на посылку, как такую. Как некоторые делают печать, а тут получится такой маленький кулончик. Вот такой вот маленький кулончик получается. Ну, естественно, он обрезается, делается дырочкой и будет вешаться. В принципе, идеи интересны. Опять же, мишутки тоже все разные. Кстати, говорят, их три штуки, они все разные. Давайте одного сделаю. Чтобы уж всю... Все не показывать. Пусть будет какой-то секрет. Какое-то таинство. Очень туго достается. О, такой милашечка. Такой маленький медвеженочек. Такой классненький. Но тоже надо пробовать. Может быть, другая глина, более твердая, либо более мягкая. Процесс доставания. Также вот такую кошечку я выбрала. Это, по-моему, называется Камея. Это точно я выбирала. Потому что, ну, я фанат кошек. Вы что, я не могу без этого. Так, давайте покажу. Так она выглядит очень красиво. Но давайте посмотрим, что получается в качестве оттиска. Вот такая замечательная кошечка получается. Такая гладенькая, пухленькая. Так, значит, еще вот такой вот молд с четырьмя собачками. Причем не все они, конечно же, как бы естественные. Скорее, мультяшные. Но давайте вот эту пуделечку сделаем. В принципе, все оттиски очень хорошие. Единственное, что если есть какие-то мелкие детали, глубокие, то там пластика как бы застревает. Но если запекать вместе с молдом, то, в принципе, получается очень аккуратненькие вещи. Такой кучеряец. Кучеряшка миленький такой. Получается. Вот. И последним у нас остался лепесток. Точно, опять же, сказать не могу, сама ли я его заказывала, или он был в подарок. Но даже на китайском сайте я буквально вчера смотрела такой же молд. Он там стоил порядка 300 рублей. И давайте же сделаем какой-то оттиск с лепестка. Посмотрим, хорошо ли передается структура. Вот так. Смотрите. В принципе, довольно-таки хорошо. Надо еще, конечно, потренироваться. Получается, как лепесток тюльпана, я думаю, в принципе, похож. Ну, естественно, если раскатать потоньше глину и сделать, то, в принципе, хороший. Получается лепесточек интересный. Такие у меня были небольшие покупки, правда, про которые я малость подзабыла на длительный период времени. Кому было интересно, ставим пальчик вверх. Ссылочку на магазин я оставлю под видео. Проходите, может быть, вам это интересно будет. И увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok